Привет, зритель! Ни за что не догадаешься, что тебя сейчас ждет. Ну, помимо того, что это обзор очередного заказа Сазон, вот в такой коробочке с ленточкой, с такими интересными штуковинами. Арт-квартал. Мне пришла сегодня рамочка с холстиком. Ну, вообще, как бы это холстик для акварели. Вообще, впервые я встречаю в жизни холстик для акварели. И будет еще одна штука, но я ее обозрю отдельно, потому что, ну, как бы, надо будет не только сидя ее обозревать. Вот так. Ватер-квартал. Холст, акварельный, грунтованный, 260 грамм на метр, видимо. Без кислот. Подходит для всех красок на водной основе. Арт-квартал. Стопроцентный хлопок беленый. Так. Ну, и тут на всяких языках. Тут вон досочка. Ну, это так, видимо, чтобы оно не раздолбалося. И внезапно я еще на базе ощутила, что там что-то еще лежит, помимо прочего. Тут бонусом. Впервые у меня так. Сазона. Ну, когда-то давно что-то в посылку вкладывали. А тут именно, что, вот, видимо, от той фирмы, у которой заказывала. У того продавца Сазона, где заказывала. Арт-квартал. Товары для художников. Краски. Ну, 3D было точка. Краски-кисти.ру. Такой вот небольшой блокнотик. Тут у нас всякая такая информашка. И листочки, зритель, не поверишь, на них можно порисовать. Они даже мне слегка напоминают, вот, с этой стороны на ней можно рисовать акварионную бумагу, я думаю. С одной стороны она гладкая такая, достаточно. А с этой стороны она, ну, чуть-чуть такая оттеснённая. Первый в моей жизни блокнотик с акварельной бумагой. Не совсем ровно листочки порезаны, ну, как бы, нам же его... Ну, допустим, раз и срезали. Не в том плане, что вот совсем неровно, а вот, ну, немножко тут края местами такие. Ну, по крайней мере, у них мягкие края, и там вот бывата бумага. Вот так пальчик обрежешь, а тут такого счастья не случится, точнее, несчастья. Прикольно. Спасибо тебе, продавец, что вложил вот эту штучку сюда. Дальше у нас идёт такая, как бы, открыточка. Давайте знакомиться. Арт-вартал. Всё для творчества, всё для творческих. Двухсторонняя открыточка. Ты увидел. Там, поздравляем, это ваш первый заказ. В Арт-вартале вы можете найти всё для своего творчества и творчества близких. Хотите получить курс по рисованию в подарок, напишите нам на арт-маркет, собака, арт-квартал.ру. Так что смотрите, люди, если хотите, напишите им. Ждём вас снова и дарим промокод на заказ на сайте арт-квартал.ру. Скидка 10% арт-маркет. Прикольно. Надо к ним зайти, что ли. Так, и что у нас тут? Тут у нас есть клинышки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штучек. Я знаю, что клинышками как-то поднатягивают холстик, если вдруг что-то не настолько натянулось, как тебе хочется. Но мне раньше, допустим, у меня есть рамочки, короче, под рамники и сама такая штучка, куда эти рамочки мелкие вставляются. Дедушка ещё давно делал. И маслом я на одной большой рисовала. У меня где-то там какая-то такая картина масляная есть, типа ваза и рядом такая коробочка из-под кассеты от Металлики. Ну, кто о чём, да. А ещё я батиком рисовала там вот другие маленькие рамочки. Ну, и она у меня переехала вместе со мной в той папке, которую я всё никак не разберу. Мешочек такой, который уже, ну, как бы мешочек, сумочка, хрен знает, из-под пледа. По-моему, из-под пледа голубого с губкой Бобом, который иногда был фоном в прошлой квартире. Иногда у меня, возможно, бывают кадры, когда я днём под ним сплю. Охот любит очень этот пледик. Короче, однажды я всё-таки разберу, я помню, мне даже в Инстаграме в личку писали, что типа вот обозреть эти картинки там, или какие-то лучшие картинки. Я помню, что я в АСМР обещала растрясти эту папку. Уже, наверное, года полтора, как обещала. Я тут уже два с половиной года практически живу. Её собиралась растрясти, и вот вам ещё обещала. Ну, и в общем, у меня теперь есть вот именно такая, как бы у меня раньше были холстики, но у нас холстики. И я, как бы, были такие люди, которые что-то уперли в той квартире, когда ещё бабушка болела, и холстик в том числе. Есть ещё холстики, но они по большей части вот в деревне лежат, там какой-то материал. Это холстики исключительно для холстиков. Ну, то бишь, холстики для пчёлок, вулии такие вот, подушки специальные. Или просто кусочки холстика. То бишь, они как бы вряд ли мне попадутся, отдадутся родственникам именно порисовать. А тут холстик у нас для акварели. Вот, честно, в первый раз встречаю такое. Сейчас его ножичком тут подскрою. Хотя, возможно, зрители, я тебе сейчас просто потрясу на камеру ту штуку, которую я хочу, возможно, отдельно обозреть. Ну, как бы я тебе её потрясу, а ты потом уже решишь, типа, хочу её полноценно или не хочу её полноценно. Вот у меня этот пакетик выпал с этими клинышками. Клинышки местами тоже не совсем ровно обрезаны. Ну, по бокам-то они как бы нормально, и вот по другим бокам тоже, а попки у них не везде ровненько. В общем, здесь-то оно как-то обшкурено. Да, я знаю такое слово. У меня дедушка очень хорошо по дереву резал, и не только по дереву. Вообще, он был главным металлургом на механке, который механический завод. Это какие-то странные звуки. Это у меня кот сегодня получил в подарок крышечку от пустой баночки парфюмерной воды, этой туалетной воды и фраше «Утро в саду», цветок вишни. И эту крышечку уже умудрился закатить, теперь пытается её достать. Некоторые даже не совсем ровные, но, слушайте, мне мечок в зубах ковырятся, что ли, нормальные клинышки. Я просто впервые в жизни вижу вот вообще эти клинышки. Вот тут у нас как бы, вот она как, 8 на 10 сайс. Сделана в Китае. Хорошая такая бумажка, слушайте, на этой стороне тоже можно при желании порисовать. Да-да, у вас теперь есть возможность, меня осознанно так пинать, порисую, а на камеру. Я как-нибудь порисую. Я тут хотела тенями порисовать морду лица товарища. Ну, в своём стиле, там вот как-то так. Его, скажем так, глаз у меня как раз на аватарке на канале. Ну, там из всего полноценного рисунка, Тишок, зачем ты полез на сушилку, там нет ничего интересного. О, блин. Короче, как бы в моём стиле там полностью эта картинка, там не совсем там, ну, кто видел эту картинку или кому интересно, можете ткнуться там на мою страницу ВКонтакте. И там есть альбом с рисунками, вот как раз этот рисунок тоже там есть. Короче, потом я думала что-то другое порисовать, а тут вот, слушайте, холстик за акварельной краски. Прикольно. Ну, реально, вот как вот акварельная бумага, я ещё думала, блин, холстик, холстик, потом думаю, если он как бы из материала хлопка, то уж действительно это не бумажка, а вот реально холстик. Здесь он такой как бы почти бархатный. Тут другой, соответственно, свет. Я понюхала. А, вот, а куда эти штучки ещё вставляются. Вон тут, смотрите, дырочки такие. Люди, если вы вдруг более профессионал в плане, чем я, потому что у меня дедушка как бы, ну, не был, не такие рамочки делал, там не было нужды вот именно что-то такое сюда вставить, напишите мне в комментах. В общем, и тут я думаю, что я даже сегодня, когда я вот думала сегодня обозреть, что ехала домой, когда уже забрала, ну, может, что-то такое приличное нарисовать. А ещё люди, это вам как бы намёк, теперь вы знаете, помимо прочего, что ещё мне можно подарить. И при этом вам будет плюсик, потому что я как бы порисую это на камеру, вы увидите, да, услышите. Сейчас я просто достану эту одну штучку глянуть, как она туда залазит или нет. Кот шизеет в обезьянах, что-то ищет. Сейчас одну обезьяну уронил. По-моему, мне эту обезьяну Наташа из Германии присылала. Та, которая Наташа из Чар. А нет, у меня, наверное, будет здоров, кот. У меня не... Я засунуть-то сюда засунула, а я не рассчитала, что этот колышек, слушайте, прикиньте, он у меня скидывает обезьян. Он уже скинул целых четыре обезьяны. Причём одна, по-моему, не обезьяна, а мышка самопальная. Я думала, она как-то вот сюда вставляется, но она длиннее, чем я думала. Блин, жалко, я сейчас пишу на камеру, может это развернуть туда. А он не хочет, чтобы мы его снимали. И вот сейчас я опущу немножко камеру. Это будет обзор и котик. Я когда нажимала её обратно, то у меня тут немножко как бы на запись остановилась. Вот он, слушайте, он такой хитрый, он понял, что я его снимаю, ушёл. И сейчас я, когда повернула камеру на себя, снова пришёл. Короче, в общем, клинышек. Не очень понимаю я, зачем он. Но вот если вот так его держать, он действительно ошкуренный, и вот так, то нет такой возможности занозиться. Здесь, в принципе, тоже ровная, но здесь не совсем настолько ровная. Но я думаю, что суть держать или вот так, или вот так. Нормальный клинышек. Хотелось постебаться, в зубу не поковыряешь. Я сегодня просто пекла второй раз за день блины, третий раз за двое суток. И у меня мариновое зёрнышко застряло в зубу, вот тут, в молочном. Интересно так вообще, как бы. Кстати, это хорошая такая досочка. Вот внутри она очень хорошо обшкурена, при желании не доносишь руку вообще, от слова совсем. Я сейчас даже подумала, что может это как-то потом снять и рамочка будет, или на неё что-то ещё затянуть. С другой стороны, если будет картинка, и картинка будет меняемая, я её выставлю на стримовый аукцион. Типа, кто хочет, можете купить Лёлькину рисунку. У меня вообще есть некоторые рисунки, которые, ну, как бы, есть те, которые вот остались только в онлайне. Отсканированные там какие-то фотки, ещё что-то. А есть те, которые ещё у меня есть, и некоторые из них я вполне могу, как бы, там, с кем-то поделиться. И была, помню, у меня какая-то лично моя акция, что я человеком скидывала, кому открыл фоточку с рисуночком, а кому и оригинал. Причём некоторые люди выбирали такой оригинал, что я удивляюсь, что это кому-то вообще интересно было. Человек, получивший этот странный оригинал. Привет! Алина! Ну и сейчас я потрясу немножко всё-таки. Чё уж, я сначала хотела это полноценно обозрить всё вместе. Оно похоже на штатив. У него даже чехольчик, как у штатива. И оно, слушайте, оно такое тяжелеватенькое немножко. Чё это, чё это, чё это? А чё это, зритель? А зритель, это очередная моя мечта сбылась. Я очень давно хотела мольберт. Деревянный. Но деревянный сюда не довез... Ну, все фильмы, которые я смотрела, сюда не доставляли. Не деревянный тоже не доставляли. Был какой-то мужик знакомый у моих знакомых, друзей моих знакомых, который мог бы сделать этот мольберт. Но в какой-то момент выяснилось, что ни хрена он не мог. А в Огличе, короче, у меня нет знакомых, которые могли бы сделать. Ну, был бы дедушка, он бы, конечно, без проблем сделал. У меня есть маленький такой, как бы, планшет, на котором я, как бы, иногда рисую. Ещё последний раз я на нём обозревала свои эти парфюмы. Это делал ещё мой дедушка. По-моему, делал он чисто сестре одной из для черчения. Ну, его, как бы, он настольный. Он вот опять расклеивается. Мне тогда склеивали. Снова надо будет и клей у них какой-нибудь взять у родственников. Вот здесь вот немножко отклеилась эта штучка. И я думала, что, в принципе, если что, можно им воспользоваться как планшетом для мольбертика. Ну, вот тут ко мне вошла моя тётушка. Я ей продемонстрировала, думая, что сейчас мне скажут, ну, опять транжира какую-то хрень купила. Но меня это, как бы, поняли. Она, видимо, помнит, как я хотела эту штуку. Очень удобный чехол. Слушай, не поверю зрителя, совершенно случайно на Вайтберис увидела мольберту. Ну, похожий какой-то мольберт. Потом думаю, блин, есть что ли на Вайтберис мольберты? И загуглила в Вайтберис приложение и поняла, что есть. И чуть было не заказала, потом вспомнила, что можно бы глянуть на озон. И на озон он внезапно сдать у меня код. Тише, ну, что ты за нахал, а? Я даже не знаю, что тебе дать понюхать, чтобы ты свалил. И не хулиганил. Короче, на озоне он похожий мольберт. Я, которая смотрела, 165 см максимум в высоту. Но он только настольный. А этот, ну, в смысле напольный. А этот может быть и настольным, и напольным. Минимальная у него высота 50 см, максимальная 155 см. У меня рост 162 см, даже вот, ну, как бы мне за глаза и уши. Тот, который я смотрела, был максимально, картина высотой 95 см. Думала, нафиг мне такая. Это у нас максимальная высота 80 см. Это я считаю, что за глаза и уши мне хватит. Ну, и я думаю, что если делать, допустим, такой, как бы, планшетик, изначально, что, наверное, всё-таки лучше на 80 см. Потому что, если просто на листочке рисовать, это там кнопками, как в художке, прикрепил. И ещё свободно рядом для руки деревяшка. Я сначала думала заказать на озон и планшетики. Там был с альбомный лист. И был чуть побольше, чем альбомный лист. Так, у меня как-то так лежит, чтобы это всё бы не слетело. Или телефон убрать отсюда. У меня рядом-то ноутбук, там ещё ролик один монтируется. Ну, как бы, в процессе. И я сначала думала планшетик тоже заказать, а потом, думаю, у меня есть родственник, которому я периодически с компом помогаю. И не только думаю, может, он сможет мне своясь, если у него есть досочка подходящая, этот планшетик. Ну, в крайнем случае, заказать всегда успею. И я заказала этот. Он, ну, в общем, 910 рублей. Я сейчас на телефоне могу посмотреть, сколько он стоит. Почему я хотела его отдельно обозревать? Его как бы устанавливать надо. В телефон написали. Короче, я забыла, на чём я остановилась. А, да, я хотела глянуть, сколько стоит этот самый. Потому что увидела сообщение. Просто, чтобы вы знали. 887 рублей. Так, я так поняла, что он шёл по скидке. Тут 36% скидка. Он 1400 стоит. Ну, а мне обошёлся за 887 рублей. Марка называется «Две картинки». Вот эти две картинки. Он в пакетике тут. Ну, как бы пакетик можно снять и вообще убрать. И тут он у меня уже в том самом состоянии, что я его собирала. И кто подписан на мой Инстаграм, то вы, соответственно, уже видели это счастье. Кто подписан на мой Твиттер, по-моему, туда я тоже скидывала, вы, наверное, видели это счастье. Кто знает мою страничку в Фейсбуке, я туда иногда захожу. И у меня там даже полтора землякопа с Ютуба в друзьях из подписчиков. То вы тоже это видели. Ну, и кто состоит, подписан на мой бложик в Телеграм, то тоже это видел. Это планочка, на которую ставится у нас планшетик. Как бы её можно снять вообще? У меня тут на верёвочке и на липучке. Сюда вставляется палочка, которая держит у нас планшетик. У него фигурка такая, как у штативчика, на который я сейчас пишу. И ножки раздвигаются вот так, допустим. На защепочке, примерно как у меня на штативе. Но у меня штатив серый. И вот так вот ещё. Ну, а так можно сделать, допустим, просто на полу поставить. Или на столе. Синистки совсем. И за счёт задней ножки можно регулировать угол наклона. А эти у нас вот как маятник расходятся. Как раз та самая штучка, которая ездит. Ну, тут надо приподнять. И она у нас поедет. И вот здесь ещё. Можно опустить, и тогда она уже не сдвинется с места. А эта у нас как бы двигается, регулируется под рамочку, либо планшет. Так, и что ещё тут интересное? Вот оно тут неровно стоит. Это я так поставила, уже просто закрутила. Вот здесь вот можно открутить вот эту штучку. И она ездит. Соответственно, на второй точно так же. И устанавливается вот эта вот планочка. Одевается на гвоздики. Я сначала думала, что гвоздики надо вот здесь вот как бы гаечкой прикручивать. Но на самом деле... Так, куда поехала планочка? На самом деле вот эту вот штучку можно сзади просто прикрутить. Главное не ошибиться и не снять её, как я первый раз сделала. И она очень туго держится. Хотя я читала отзывы, что там у некоторых людей оно сползало под тяжестью рамки или ещё что-то. И человек держал вот здесь вот между этой и, допустим, вот этой большими скрепками для бумаги. Я думаю, что ещё куплю скрепки для бумаги. Я пока ещё не пробовала ставить какую-нибудь деревяшку. Даже свой планшетик настольный я только при вас сейчас вот, ну, в смысле, видео в обзоре достала. Но я думаю, что если уж совсем так приспичит, то куплю себе эти два зажима для бумаги. Очень удобный, хороший, компактный. Легко собирается, легко, интуитивно вообще понятно, что с ним делать. Ну, конечно, я читала отзывы, что там было... Ой, мы не понимать, как делать. Я думаю, или люди со штативом не сталкивались, или я не знаю, насколько надо быть одухотворённым отсутствием мозга, чтобы не понять, что с ним делать, что нужна инструкция по применению. Причём вот у меня была такая мечта. И я её себе осуществила. Забирала я с пункта выдачи на часовом, потому что когда нет велосипеда, то мне удобнее именно там забирать. Ну и сейчас я как-то это обратно засуну. Вот. Я решила пока оставить его в этом пакетике. Точнее, этот пакетик для него оставить. Поэтому зритель, если вдруг хочешь отдельный ролик на собрать, разобрать, показать это всё на камеру, то дай знать каменты. А если хочешь просто уже собрать, разобрать и порисовать, то могу уже вот сначала включить камеру, когда я его собираю, а потом уже как сажусь и рисую. Главное немножко сейчас разобраться с делами накопившими-то и с другим хобби, скажем так. И тогда уже можно будет порисовать. В общем, вот такая у меня парочка. Даже троечка. И бонусный блокнотик с акварельной бумагой. Спасибо тебе, зритель, за просмотр и исполнение тебе мечт. Занай, зритель. Иногда мечты можно самому исполнить собственноручно за собственные деньги, как я вот сделала. Да, кстати, рамочка 154 рубля, по-моему, стоила. Вот это совсем недорого, я считаю. Вообще, я заметила, что-то бывает на Вайтбрис дороже, что-то дешевле, а что-то выгоднее покупать на Азон. Но у меня там ещё с этого заказа некие бонусы накапали, потом можно будет их часть, ими часть заказа оплатить. Всем пока! Не забудь поставить палец кверху. Продолжение следует...